С вами Николай Пивненко в проекте ДАТА. Сегодня 16 октября. Всемирный день продовольствия. Отмечается с целью привлечь внимание общественности к всемирной продовольственной проблеме и укрепить солидарность сообщества мирового в борьбе с голодом, обнищанием и бедностью. Также сегодня Всемирный день анестезии. История новой области медицины началась еще в середине 19 века. В этот день, в 1846 году, зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Этот день во всем мире и принято считать Всемирным днем анестезии. А известие об успешном использовании эфира быстро достигнет Европы и уже в следующем году русский хирург Николай Пирогов впервые проведет операцию под наркозом на поле боя. Ну а вскоре усилиями врача-кушера Джеймса Янга Симпсона и его ассистентом из шотландского Эдинбурга будет найдено еще более эффективное анестезирующее средство хлороформ. Также сегодня некоторые отмечают День шефа. В 1958 году Патриция Харуски, работавшая секретарем в компании и, видимо, очень по-женски относящаяся к своему шефу, предложила вот такой праздник. Через четыре года он официально утвержден губернатором штата Иллинойс. Ну а первоначальная идея заключалась в простом. Работники поздравляют своего начальника и благодарят его за то, что он был добр и честен в течение года. Ну а традицию празднования Дня Босса, как и его еще можно назвать по-другому, поддержали многие страны. И еще сегодня всегда повод преподнести шефу подарок, выразить уважение и признательность. Родившихся в этот день 1961 год рождается Евгений Хафтан, создатель и лидер московской группы «Браво». Первый альбом, выпущенный в конце осени того же 83-го, произвел фурор и весьма впечатлил российского слушателя. Огромную известность получает и первая солистка группы Жанна Агузарова. Некоторые песни Хафтан исполняет сам. Сегодня группа продолжает активно выступать и записываться, хотя состав ее, как известно, часто менялся. В 1961 году в этот день появился на свет Илья Логутенко, автор музыки и текста, вокалист и фронтмен, как говорят сейчас, поп-группы «Мумитролль». Сама же группа под этим названием родилась на 15-летие Ильи, лишь потом чуть-чуть удлинив свое имя, когда Логутенко в отчаянии сравнил группу с «Мумиями». В 1962 году родился Дмитрий Хворостовский, выдающийся музыкант, советский российский оперный певец, один из лучших баритонов современности. Народный артист России. Хворостовский являлся исполнителем центральных партий в известных классических операх и, к сожалению, ушел еще, будучи молодым и успешным исполнителем. Событие дня, 1604 год. В Россию вступает с польским войском самозванец, которого принято называть Лжедмитрием Первым, потому что три года спустя объявится еще и второй, а может быть, были бы потом и другие. Первый же Лжедмитрий выдает себя за сына Ивана Грозного. На самом деле его зовут, скорее всего, Григорий Отрепьев. Его отряды польских и литовских воинов – серьезная сила, да еще к нему переметнулась часть казаков, крестьян и даже горожан. Тем более, что в России смутное время. Страной правит Борис Годунов, и многие верят, что самозванец действительно чудесным образом не то спасшийся, не то воскресший царевич Дмитрий. Или Дмитрий. И он захватит российский трон, правда, ненадолго. В том же 1605-м, когда объявит он себя царем, его убьют бояре-заговорщики. Смутное время на Руси будет продолжаться аж до 1613-го, когда на царство после долгих уговоров будет избран первый царь из династии Романовых – Михаил. 1793 год. Казнь Марии Антуанетты, королевы Франции, супруги Людовика XVI и матери Людовика XVII. В 4 часа утра ей был зачитан единогласно принятый приговор к высшей мере наказания. После чтения палач постриг наголо королеву и надел ей оковы на отведенные за спину руки. Мария Антуанетта в белой пикейной рубашке с черной лентой на запястьях и с чепчиком на голове в 12 часов 15 минут пополудни была обезглавлена на нынешней площади Согласия. В 1815 году ее останки перенесены в Сен-Дени. Точное место захоронения в соборе неизвестно до сих пор. В 1847 год опубликован роман английской писательницы Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Роман имел большой успех. Свет жертвенного служения Джейн Эйр любимому человеку, а также умение писательнице передать накал страстей, глубину возникающих у героев вопросов и переживаний, снимают тот оттенок слащавости и фальши, который был обычно присущ счастливому концу викторианского романа. Новая литература. В 1946 по приговору Нюрнбергского трибунала в здании тюрьмы казнены нацистские преступники, а именно Иохим фон Риббентроп, Эрнст Кальтер Бруннер, Альфред Розенберг, Йохан Густав Кейтель, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Фритц Заукель, Юлиус Штрейхер, Альфред Йодль, Артур Зейс Инквард. Нюрнбергский процесс нередко называют судом истории. Он сыграл значительную роль в окончательном разгроме нацизма. А эти имена нужно помнить, чтобы никогда не повторилось это время. 1962 год. Впервые весь мир услышал позывные юности. 16 октября в этот день звучит песня о тревоженной молодости Александры Пахмутовой. И, безусловно, уже она дарит своим слушателям особый настрой. Помните? И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Не случайно, теперь, оглядываясь назад, мы часто говорим о начале 60-х, как о времени одержимых романтиков, свято верящих в победу добра над злом и в торжество правды. И даже само название радиостанции «Юность» – это, безусловно, взгляд в будущее. 1978 год. Польский кардинал Карль Войтыла избран римским папой. Принимает имя Иоанн Павел II. С 1542 года первый папа не итальянец и впервые за все время славянин. За исключением шести немецких пап главой Святого Престола были кардиналы романоизучных стран. В двухтысячелетней истории папства Иоанн Павел II считается абсолютным рекордсменом как по числу пастырских поездок, а он посетил 129 стран, так и по числу совершенных на него покушений. В 1981 – на Филиппинах и Ватикане, в 1982 – в Португалии, в 1986 – в Индии. Конечно, все это 20 век. В 1988 год. На центральном телевидении показываются первые две серии бразильского сериала «Рабыня» и «Заура», после показа которого полстраны уже не будет представлять себе жизни без очередной мыльной оперы. Сериал, его персонажи и сюжет просто культовые. Жители страны живо обсуждают перипетии сюжета. После показа фильма в Союзе в употребление прочно войдет слово «фазенда», в основном для ироничного обозначения маленьких советских загородных участков в 6-10 соток. В несколько модных популярных песнях будет вплетен музыкальный мотив фильма. Сериал шел по четырем каналам и на каждом демонстрировался в новом озвучании. Ну и последнее. 2000 год. Японский концерн «Хонда» представил публике первого человекоподобного робота «Асимо», оснащенного массой функций, позволяющих ему лучше общаться с людьми. Рост 120 сантиметров, вес 52 килограмма. Робот может ходить со скоростью почти полтора километра в час, даже чуть больше, а также распознавать движущиеся объекты, жесты, окружение, звуки и лица. Также робот-андроид мог ходить вверх-вниз по лестницам и при этом нести что-нибудь в руках. Асимо в последних версиях умеет даже бегать, пользоваться интернетом и локальными сетями, может разговаривать с посетителями через домофон, а потом докладывать хозяину, кто там к нам пришел. Еще робот сумеет открыть дверь и довести посетителя до нужного места. Новый аппарат научился также реагировать на движения окружающих и даже изменять свое поведение, чтобы заслужить расположение людей. После апробации новых роботов в качестве игрушек планируется их широкое применение в таких сферах, как уход за престарелыми, домашнее хозяйство в службах. Впрочем, достижения робототехники можно перечислять с каждым годом все дольше и дольше. Но сможет ли самый лучший в мире робот стать человеком? Точно нет. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.